Доброе утро, ребята, с вами Андрюха Набутовский. Только что отвез детей в садик и услышал, что в моей машине какое-то непонятное трение. Вот когда едешь, особенно на маленьких скоростях, такое впечатление, что что-то застряло между покрышкой и фреймом и начинает такой rubbing sound, да? Вообще непонятно. Тут сейчас думаю быстренько заехать в дилершип. Вот, может это связано с морозами, я точно не знаю. Но такое впечатление, что где-то в этой части у меня что-то трет. Вот не могу понять, не могу понять, я и заглядывал, и то, и все. И не могу понять, что там, что может реально такое создавать звук. Может кто-то знает. В любом случае, ребята, если включить музыку погромче, добавить басы, то в принципе звука и не слышно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Алло, здорово. Привет, Малик. Блин, еду, прикинь, в Тойоте, короче, такой звук, иначе где-то по крышке и что-то трет, понял? А может лед или снега набило? Да вроде нема, это уже не первый раз, короче, такое замечаю, я тебе говорю, льда вроде особо нема, я, конечно, ее давно не мыл. Попробую сначала хорошо помыть, заеду, хорошо вымой, тормоза, диски, снизу пополать, там хорошо повымывать. Думаешь? Чтобы она просохла, проеду, если не пройдет, тогда езжай на стол, на этот гиллер шип, пусть смотрит. Одеваюсь, Макс уже написал, через 20 минут я у Макса, и это самое, и сразу к тебе. Во сколько ты будешь? Полчаса в общем. Окей, хорошо, все, давай, на связи. Уже в процессе. Давай, давай. Давай. Закрыл глаза и отъехал. Дверь, я, конечно. Вот такой вот рок-н-ролл, вот такая куа-куа. Нормальный, это чел. Шиденький город. Андрю, помещусь тебе. Вот такая куа-куа. Я не хочу помещусь, ребята. Я не хочу помещусь. Это вообще все серьезно. Что делаешь? Батя, тут голова моя реально не пролазит. Сейчас делюга будет. Голова застряла, ребята. Закрой еще раз дверь. Такое именно, как в фильмах Джеки Чаллах. А ну. Худуш. Неплохо, дверь купит. А ну еще раз, еще раз, Макс. Давай. Давай. Нормально. Расскажи мне про эту тачку, а как впечатление вообще? Впечатление как с этим, с ведром, с болтами, видишь? Вот это милый пластик. Пластик не плотный, хороший такой. Такой, бля. Сильный небесец еще этот, аэрбэк пахнет. Ну такой пластик, я бы не сказал, что вообще такой дубовый дубовый. Расскажи мне, как ты показываешь тебе. Качественный. 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 Вот такой, но он мягенький. Этого пацана в кепке, я подпаду на него на виду. Мягенький. Как он выглядит? Он как в ведре сидит или как сидит в корыке? Кри кофе. Один медиум, два крема, half sugar. Макс, два крема, half sugar. А ты почувствуешь, что он чужит? Да. Я вообще без сахара пил. Пацаны, расскажите моим подписчикам, как заработать на такие тачки. Ну вот как? А что вы молчите все? Стыдно рассказывать. Ну расскажите, пацаны, реально. Стыдно рассказывать. У тебя появилась эта тачка? Короче, разбили мне машину. Стоял возле дома, подъехал еще один клиент, сдавал назад и полностью разбил передок. Ты такой выходишь в трусах? Я выхожу в трусах, минус 40. Ну это нормально. Говорю, чувак, ты че? А он мексиканец. Говорю, слышишь, ну давай что-то решать. Так я не comprendo, короче. Не comprendo, да. Ты ему шнабак, да. Я ему шнабак, да. Вот, короче, мне это самое сказал, да, вообще. Вызвали ментов, приехали менты, составили репорт. И на следующий день... До какой суммы вызываются менты? После 2000 демеджа вызываются менты. В смысле взятка или взятка? Ну, демеджа, ущерба. Да, да. То есть до 2000 не вызывается. Короче, да. На Бехе мне насчитали 15 тысяч демеджа. 15 тысяч долларов стоил бы его има. А Беха стоит сколько? Беха стоит это... 6 тысяч. 6 тысяч, да. 6-7 тысяч. 260 тысяч пробега. Ты, конечно, очень радовался. Ты сказал, я в нее вложил 35 тысяч долларов в свое время. Да. Ну, конечно, мы можем 15 500 вам предложить. 15, да. Ну, а ты? Я сказал, не верю. Упаковать? Упаковать? Ну, и чем закончилось? Закончилось тем, что он уехал. Он хотел сам ее сделать. Он просил, типа, давай, я сам сделаю. Но когда посчитали, сколько это будет ремонт, обойдется, они, в общем, он сказал, чтобы страховая платит. Страховка выплачивает мне сейчас полную сумму за машину 11 тысяч. И все, из-за этих денег я себе куплю другую тачку. А какую тачку? Ну, мы, ребята, это пока что интрига. Это секрет. Я думаю, Honda Civic. Honda Civic. Honda Civic. Honda Civic. Спортивный вариант? Это название китайца. Имя китайца, который я делал. Который собирал ее. S.I. S.I. Вот. И ездил на Ягуаре. Ягуар F-Pace R Sport 2017 года. Очень понравился. Классная машина. Вот. И сейчас едем смотреть... А варить? Нет, конечно. Вы видите дальше. Это будет интрижка. Я уже второй раз на Гри езжу. Она мне очень нравится, эта машина. Короче, посмотрите. Ты что знаешь? Вот когда там материшься, и говорят, такой... Би-и-и-и... А тут когда... Сейчас едем смотреть... Турники, твои... Боже мой, я влевка жизнь, это тебе не вей пить, жизнь, держись, параклёс, параджинс, минимум гардероба, с работы на работу, и здоровый грёбу. Ну она прикольно смотрится, классно, звук вот такая гангстерская, да? Ну ребята, мы про неё обзор не будем делать сегодня, у нас есть другой для вас монстр, на котором мы будем сегодня смотреть. Матс персепти, Матс персепти, пациент ждёт, спасибо. Хорошо, слушай, мы будем пить Матсу машину, так что 2 минуты, я его подниму, и вы будете пить. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну ещё нужно мыслить позитивно, но я думаю, что чтобы мы мыслили позитивно, я думаю, они должны нам дать её без контроля. Я думаю, это вряд ли. Ну как это вряд ли? Коврики не помыты. Это просто, блин. Мы-то не сядем сзади, надо ещё на нашу банку. Можем мы по очереди попытаемся. А что сзади не сядем? Там и ботер. А нафига они там нужны? Ну это комплект резервы, они поделись в 20-м час. Нафига они сейчас там? Они их запаковали просто, там где же. Показай в багажник. Не, ну чего? Вот это мотивация. Класса ведутся. Что значит закрыло? Пацаны, я поехал. Блин, охереть. Ты чувствуешь? Сейчас, я знаю. Секундочку. Чувствуешь, киды тяжелые. Чувак, зацени этот экран. Такое видео, что это титуло всё. Вместо. Ты дивуешься, смотри, даже тут всё можно регулировать. Ахереть, вот это класс, чувак. Вот это мотивация, блин. Вот это чувствуется машина. Всё, блин, если акции идут вверх, покупай себе такую же тачку. Вот это чувствуется машина. Чувак, этот руль, это просто орган. Знаешь, когда у тебя был первый орган в твоей жизни? Он такой, не забывая, знаешь? Нет. Чувак, это алкантер или я просто брежу, брежу? Не знаю, ну красиво. И двери чувствуешь, какие тяжелые? Не какая-то херня. А ну иди понажимай, я сзади засниму кого-то. Давай. Турбину заснимешь? Панали, панали, он вышел, панали. Пацаны, неплохо тебе так говорят, машину жалко. Это алкантера или нет? Или как у нас? Алкантара называется. Алкантера. Класс. Эти штучки классно придут. В смысле? А ну еще раз. Доводчик? Да. Не гони. Да, а мы дверями пахаем. Класс. У меня такая чуйка, что нам попался опять дилетант-продавец. Да, да, да. В этих тачках? Ну вообще. Ты уверен? Да. Сейчас проверим. Да, точно. Это круто, да. Какая машина в этом? Я не уверен. Это V8. Это V8. Это V8. Это V8. Это V8. Да. Это V8. 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 Я просто даже не почувствовал. Это V8. Это V8. Это V8. Это V8. Это V8. Это V8. 567 лошадок. Можно я здесь? Да. Нет. V8. Не почувствовал. Это V8. Эмп-пауэр. Тоже у него твентурбо, да? 4.4 квинтурбур Пипедос Я вообще не представляю 560 Да, смотри Смотри, как быстро Не так, как там полчаса ждать Ну у нее именно такой багажник Так тут скошено, получается, что ты можешь Не засовывать, а ложить Нет, место нормально А посмотри на эти волосы, не понял, что с собакой ездила? Реально Это от собаки волосы, чувак Может быть Это стопудово Что не могли почистить Ивану это точно не понравится А это что такое? А это что такое? Это как мыши были, слышите? Не гони Да нет, это не мышь Что это такое? Это как мыши были Это какие мыши, не гони беса А что оно все перевернуло? Это как мыши, типа они вот такое кодло делают За 75 штук щип У меня такое в тибуроне было И мышей в комплекте дают Зверьков на машине Что это за приколы, реально? Если взять вот эту щепотку Смотри Комфорт зон Спорт зон Спорт комфорт Слушай, если мы нашли кубло в багажнике Что мы найдем в движке? Слушай, а может это просто в комплекте еще там какие-то гномы? Нет, не гномы Я не знаю Они машину чинят Там сидят 3 филиппинца Каждый по 200 лошадок Они машину чинят Они машину чинят Они один звук создают Кода ты нажимаешь Они Звууууууууууууууууууууууу Первая филиппинца зовут Первая скорость Опять У меня в комплекте три раба, понял? если поломалась колеса типа нити раз короче все чинят меняют не запах у нее все такое мягенькое такое ну посмотри эти все эти финти флюшки но они вроде не надо да но в то же время от это это даже придумали другой на не просто оставил чашки а со стилем ты их ставлю на площадь и прикольно вообще люди ставят всякие защиты выдумывают чтоб типа защитить металла у них 3 можно заменить да поцарапал заменил типы раз и все это ту херню заменил красава я придумала классную все и тут у тебя не гниет ничего блин не бьется поменял доводчик доводчик смотри а наша включена была не доводить доводить опа закреплено мне нравится бачуете где же я в адмонтоне тимберленды да классно еще дизайн это большая елка я возьму это 3800 тоже 3800? да да пожалуйста и все это все? все это все хорошо звучит хорошо 2 2 хорошо ну пацаны что у вас какие впечатления про Бехо? у Бехо есть Бехо ну стоит? сколько она стоит 75 штук? 75 75 тысяч ну стоит она того как ты думаешь? дороговато но стоит я думаю стоит меня можешь не спрашивать ты знаешь я обожаю эту машину вы можете мне для контакта как-то поэксайднее отвечать? лучше тачки нету пацаны и девушки надо возьми нормально там я не знаю там слушаю вас короче у меня адреналин у меня сердце до сих пор шарашит потому что реально тачка очень крутая у тебя нет сердца нет сердца он не дал нам проехать бессердечная надо брать чтобы думать подожди люди приезжают в Канаду и берут очень дорогие машины в кредит ваше точка зрения по этому стоит ли для каких целей или вообще это хорошая идея что вы думаете по этому поводу если человек действительно может ее позволить себе что значит позволить если у него зарплата хватает ее оплатить что дальше? не только если у него есть достаточно доходов то есть мы не говорим о обычной зарплате в городе там работайте в фастфуде мы говорим предположим человек который приехал человек который есть свой бизнес предположим дело которое приносит недостаток не ну большинство людей нет своего бизнеса вот приехал у него обычная то есть люди которые только приехали берут новое да у него была первая работа сурвайвал типа Тим Хорненса бла 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 потому что лучше и хорошо у него нормальная зарплата скажем баксов 25-30 в час реально ну это его мечта он хочет эту машину он или на машине ездит и в ней живет или покупает дом и ездит на чем-то попроще стоит ли вот эти амбиции свои прятать когда ты молодой и тебе очень хочется потом у тебя изменится эта точка да я понимаю почему ты ведешь в общем по сути если брать к примеру нашу сферу деятельности и молодых ребят которые только начинают работать вот ты их сейчас описываешь они начинают работать зарабатывают там 20-30 долларов в час и сразу же берут себе новые траки которые стоят в районе 60 тысяч это огромная глупость потому как у человека у которого нет запаса денег нет equity то что говорится и они уже берут себе дорогую машину тем самым они себя загоняют в большие долги и основные все доходы будут идти на машину это конечно же неправильно неразумно может прилить человек потом купить себе дом если у него дорогая машина в кредит в зависимости какой у него общий доход наверное notice of assessment за год то есть прибыль и ты мне скажи какой у него если у него высокий хороший кредит и у него хороший доход стабильная работа проблем с покупкой дома не будет и тогда уже что это такое это ну да даже очень полезно что про русские с швиницы это эти швиницы ну рассказывай доводи свою мысль Андрюха мы голодны что ты нам с этими вопросами и последний вопрос сейчас этот инь что сказать ему что нельзя эту рыбу съесть что в аквариуме он облизывался долго на нее смотрел покажи что тебе принесли расскажи что это такое тайский суп биф как познавательно рисовая лапша ну для пацанов которые рисовая лапша говядина рисовая лапша говядина это потом класс блин у меня реально живота хавать так хочу привезли мне эти водоросли полезно очень красиво спасибо большое что за прикол вилку принесли я вилками ем прикольно четко просто бомба ребята это просто мотивация еще больше работать над собой достигать реально понимаешь что нужно развиваться во всех направлениях надо зарабатывать деньги и наслаждаться жизнью и ребята сто сорок тысяч долларов бмв м3 2019 года вау какая же она классная вау а звукоизоляция какая какая то CS что это значит ё-моё господи помоги чтобы мы как-то раскрутили чтобы мы заработали на акциях помоги подписчиков побольше это просто класс ребята это просто нереально я еще такого не испытывал она так пахнет ребята гоночный просто гоночный болит ребята с вами был андрюха добутовский подпишитесь на канал поставьте пальчик вверх до встречи ребята до встречи до встречи